МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы сможете создать такие пространства там, где решите. Создавать города будущего – задача в том числе и этих ста специалистов. Все они – участники всероссийской программы «Архитекторы РФ». Ее создали по поручению Владимира Путина. Дом РФ и Институт Стрелка при поддержке правительства взялись за организацию этого образовательного проекта. Его уникальность не только в широчайшем спектре знаний, но и в открытом доступе к ним. Все бесплатно – вебинары, лекции, практические занятия, выездные сессии и мастер-классы финансируются из чистой прибыли Дом РФ. Они все хотят изменять к лучшему пространство своих городов. Но многие из них нам говорят, что нас не слышат, нас не видят. Помогите нам. И мы организовали такое сообщество архитекторов совместно со Стрелкой, на площадке Стрелки и попросили всех губернаторов тех городов, тех субъектов, в которых ребята поехали с ними встретиться. И все губернаторы нам не отказали, провели такие встречи, несмотря на занятость. Участников программы уже заметили в их родных городах. Наталья Машталир за время обучения стала главным архитектором Краснодара. В Краснодаре будут применяться решения, которые применяются и уже опробованы временем в Копенгагене, Амстердаме, Екатеринбурге, Казани и Москве. Как скоро мы увидим изменения? Я думаю, что месяцев через 7. Наталья – одна из участников так называемой оффлайн-части программы, куда выбрали 100 молодых архитекторов. На каждой из сотни мест было 14 претендентов. У тех, кто прошел отбор, позади месяцы занятий и путешествий по главным архитектурным центрам России и Европы. Это еще и лидерская программа, на которой из 100 архитекторов делают будущих, я надеюсь, великих архитекторов России. Участники смогут представить свои планы по развитию городов в ВБРФ и получить поддержку. А у 10 авторов лучших идей будет возможность встретиться с премьер-министром Дмитрием Медведевым на инвестиционном форуме в Сочи уже в феврале следующего года. В Минстрой отмечают, сейчас стране нужны комплексные решения по формированию городских пространств. Чтобы мы не получили каменные джунгли, чтобы мы не получили просто квадратный метр, а мы должны получить новые качества жизни в новых домах, по-новому спроектированных. У нас государственная политика в рамках развития жилищного строительства сегодня погружена в национальный проект «Комфортная городская среда». И в рамках нацпроекта внутри есть 4 федеральных проекта и «Комфортная городская среда», и «Жилье». И ровно туда погружены мероприятия, которые и обусловлены проведением «Архитектора РФ». С Софией Познанской мы познакомились еще во время большого тура по Европе. Во время обучения она стала советником главы Ивановской области по развитию городской среды. Программа «Архитектора РФ» – это не просто про информацию. Это формирование вообще в принципе стратегического понимания, как нужно строить города. Это формирование власта специалистов. Главная задача – сохранить историческое архитектурное наследие и при этом сделать жизнь горожан максимально комфортной. Наша цель – мы хотим этим благоустройством задать тенденцию дальнейшего развития этих городов. То есть это не просто положить асфальт или сделать бордюры. Речь идет о таком возвращении к традициям, к истокам, чтобы дальше эти города развивались, как настоящие русские красивые города. Чтобы знания лучше впитывались, программа обучения архитекторов поделена на модули. Всего их четыре. Первая и последняя часть в Москве. Второй модуль полностью посвятили особенностям российской архитектуры. Участники объехали и изучили 12 городов, 12 регионов. От Калининграда до Владивостока, от Грозного до Якутска. Затем пришла очередь Европы. Неделя путешествий по Старому Свету. Мастер-классы от мировых звезд, изучение лучших практик в Берлине, Роттердаме, Копенгагене и не только. Позади четыре европейских города, один из них – Барселона, где историческая застройка смешалась со смелыми архитектурными решениями, новыми кварталами и не только. Ну, в общем, опыт крайне интересный и важно не только формировать общественные пространства, но и, как выяснилось, по-новому подходить к самой работе максимально непривычно. Все потому, что сегодня архитекторам уже недостаточно только создавать сложные проекты. Подходы к городскому планированию меняются. Необходимо учитывать десятки новых факторов. Чтобы восполнить пробелы, работает онлайн часть «Архитектора РФ». Это многочисленные вебинары и лекции с уникальным контентом. К ним подключились больше 11 тысяч человек. Тебе нужно обладать достаточно большим спектром знаний и в области экономики, и в области того, как устроен социум, и в области того, как культура может работать, и как бизнес может в этом участвовать. И что должны делать федеральные, региональные, муниципальные власти для того, чтобы, собственно говоря, жизнь людей в городах становилась лучше, чем она есть сейчас. Бахтийор Мирзакаримов приехал из Владивостока. Он 10 лет создает облики разных зданий, но во время этого обучения задумывался о грандиозном проекте. Замахнулся на то, чтобы избавить родной город от одной из главных проблем. Презентует свои идеи, как разгрузить движение в столице Дальнего Востока. Замечальный город, но при этом все понимают, что автомобилизация душит город в данный момент, мешает ему развиваться далее. Мой личный проект заключался в деавтомобилизации Владивостока через комфортный общественный транспорт. Параллельно с программой «Архитектора РФ» завершился конкурс альтернативных планировок стандартного жилья. Его организовали в Минстрое, России и Дом РФ также при поддержке правительства. Оператором выступила КБ «Стрелка». Здесь создают новые функциональные решения для самых разных сценариев жизни горожан. 689 проектов от участников из 37 стран, в том числе Испании, Великобритании, США, Бразилии, Китая, Австралии. 21 декабря определились победители конкурса, которых выбрала международная жюри. Он проходил очень долго и он очень детализирован. То есть архитекторы делали не просто эскиз идеи, по сути дела фасада, но и все, что есть внутри и все планировки. Сейчас есть дальнейшая работа. И понять, как можно максимальным образом, не теряя качества, не теряя красоты идеи и качества идеи, это действительно построить и реализовать. Воспитанное такими конкурсами, программами, новое поколение архитекторов поменяет представления о жизни в городах. Сделает их привлекательными. Не только для работы и бизнеса, но и для жизни. И это будущее начнется с чертежей проектов, в которых не будет прошлых ошибок.